У меня такая же ситуация, то есть мне, чтобы с родственниками отношения строить, нужно стучать, стучать, то есть разрывает судьба отношения с родственниками. Вот у меня в моей жизни, вот у моей сестрёнки так же тоже, тяжело, нет возможности строить отношения с родственниками, нет силы, потому что всё разрушает судьба, не даёт. Но если ты думаешь о Боге, ты можешь приблизиться к родственникам в какой-то степени. Первое приближение — это молиться за них, за их жизнь, просто думать о них, желать им счастья. Постепенно что-то меняется. А если вы едят, то есть? И он начал менять, как Личность, меняться, по-другому воспринимать мир иначе, и всё прочее. А и началось сближение с ним уже, потому что первый этап сближения — это сближение сердца. Можно о всех родственниках молиться, думать о них, желать им счастья. Это аскеза. Вот так надо делать. А потом самые разумные из них, они начнут менять свою жизнь. Тогда произойдёт уже другое сближение, более возвышенное, более чистое, более светлое. Но вы не сможете общаться с родственником близко, если он находится на другом уровне сознания. Если его интересует только работа, пранамая, то есть работа, еда, сон, дети — это пранамая уровень сознания. Жизнь просто состоит из труда, детей, квартира, то есть больше ничего нет в жизни. А вы приходите и говорите, а мне летать, а мне летать, охота. Ну, как бы он не поймёт и скажет, что это тебе летать? Не были ли мы ни на каком-то айте, нас здесь неплохо кормят? Ну, как бы общаться не о чем будет. Ну, ничего, желайте счастья в сердце. Это вот и это и есть строить отношения. Вы думаете, отношения означают наслаждаться родственниками? Отношения означают дарить любовь через сердце человеку в молитве? Вот это отношения. Продолжение следует...